Всем привет! На связи Телеген Денис. Сейчас я нахожусь на очередном нашем объекте. Это трехкомнатная квартира. Она уже практически готова на 90 процентов. И здесь при работе мы пользовались дизайн-проектом. Поэтому в этом видео я хочу рассказать о плюсах дизайн-проекта и о том вообще нужен или нет. Начну с того, что дизайн-проект бывает разной по ценовой категории. Либо это просто базовые чертежи, по которым выполняется ремонт, либо это проект уже, который дополнен 3D-визуализацией. От себя скажу, что нам для работы были необходимы именно базовые чертежи рабочих, по которым мы выполняли данную работу. 3D-визуализация, она уже больше нужна для заказчика, чтобы он видел в конце, какой будет у него результат, чтобы он определялся по расстановке мебели, по цветовой гамме и так далее. Сейчас у меня в руках вот такой вот базовый дизайн-проект. Это основные чертежи, по которым мы работали, о которых я говорил выше. Он уже такой потрепанный. Сейчас я расскажу, из чего он состоит. Итак, проект состоит из 10 листов. Что сюда входит? Первый лист дает нам отмерочные чертежи. То есть здесь у нас размеры те, которые были у нас изначально в квартире. Второй лист нам показывает, какие перегородки демонтируются и какие у нас перегородки возводятся. Третий лист показывает нам расположение дверей. То есть их размеры и в какую сторону они у нас будут открываться. Четвертый лист у нас показывает расположение мебели. Это важно к тому, чтобы впоследствии привязать к нему освещение и розетки. Пятый лист – это размещение мебели и размещение осветительных приборов относительно этой же мебели. Шестой лист показывает, где у нас будут располагаться конкретно осветительные приборы и где, откуда они у нас будут включаться, где у нас будут располагаться светильники. Далее у нас идет план расстановки розеток. Здесь у нас уже указаны сетевые розетки, электрические розетки, слаботочки, телефон, интернет, теплый пол и так далее. Восьмой лист – это план освещения квартиры от нулевой отметки, то есть расположение осветительных приборов на высоте. То есть у нас тут многоуровневые потолки, поэтому нам надо знать высоту, на какой прибор осветительный будет располагаться. Лист девятый у нас показывает расположение потолков. То есть здесь как раз цветными маркерами выделено, где потолок нулевой, где потолок однауровневый, где двухуровневый. Девятый лист нам показывает расположение полов, то есть где у нас находится паркетная доска, где у нас находится плитка, где находится керамогранит. Вот так вот проект состоит из таких вот листов. Эти листы как раз являются тем необходимым, что нам потребуется для работы. Теперь относительно тех плюсов, которые будет иметь заказчик, если у него на руках будет хотя бы вот такой вот рабочий проект, который я там что-то показывал, не говоря уже там вот 3D-визуализации. Имея такие вот рабочие чертежи, вы можете отправлять их по электронной почте в строительные фирмы для того, чтобы они смогли оценить свои услуги в финансовом плане. Более того, данный проект является таким своего рода гарантом для того, чтобы между заказчиком и исполнителем не возникли какие-то трения на почве того, что это работа, которую мы делать не договаривались, они оплачиваются отдельно, это доп. работы. В проекте четко указывается, сколько электрических розеток, сколько там интернет-телефон-розеток, какие напольные покрытия, там, линолеум, ламинат, паркетный доска, штучный паркет, керамогранит. Указывается, какие финишные там стеновые покрытия, там, из чего делается потолок и так далее. От себя скажу, что работать с заказчиками, которые имеют вот такой дизайн-проект на руках, намного проще и легче. Потому что есть некая определенная ясность, что и как делать. К тому же это очень важно, когда, например, заказчик у нас отсутствует, а нам надо какой-то вопрос согласовать с ним. Поэтому достаточно выйти с ним там в онлайн, на связь, и исходя уже из этого чертежа, определиться, где какие-то дополнения, где какие-то изменения. К сожалению, многие считают, что вот такой дизайн-проект им не нужен. Достаточно просто нарисовать мелом на стене, где будут располагаться розетки, вам не показать, где будут располагаться там сантехника, на какой высоте будет там душ, смеситель и так далее. Но здесь есть один маленький нюанс. Вы видите себе это в одном свете, исполнители видят себе это все в другом свете, и в результате получается некий третий результат, который не устраивает ни вас, ни их. То есть вы говорите о том, что это все надо переделать, а не заглашаются только за отдельную плату, потому что это доп. работы. В результате возникает вот такие вот трения. Для того, чтобы от избежать, еще раз повторюсь, не поленитесь и закажите вот такие вот рабочие чертежи такого базового дизайн-проекта. На этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.